Для многих зрителей история нашего времени поделена как бы на две части. Одну мы живем сейчас, в 21 веке технологий, изменения климата и сложных международных отношений. Вторая остается в 20-м и стремительно исчезает в тумане прошлого. Но разве можно забыть, что именно это столетие принесло человечеству две мировые войны, три революции и, как результат, распад могущественных империй, голод, нищету и невероятную ядерную угрозу? А с другой стороны, век интернета и возможностей невероятный доселе рывок в новое будущее. Победа, мечты, надежды. Жители Люберец не только свидетели, как модно сейчас говорить, тектонических сдвигов, но и непосредственные участники сложной истории ушедшего века. От революции и войн до полета в иные миры. Именно здесь жили и учились герои самых различных событий. Свои первые юношеские шаги делал Гагарин, а на тихих и тенистых дачах были известные представители столичной знати. И не просто были, а жили, радовались и развлекались. Частично их потом сменила уже новая советская элита, а еще чуть позже часть ее снесла олигархическая. Здравствуйте! Это проект Николая Пивненко об истории городского округа Люберцы. Вся информация основана на реальных исторических документах, многие из которых вы увидите впервые. Сегодня наш рассказ о периоде с 1900 до 1909 года. В проекте «Люберцы из века век». Сегодня мы расскажем о Люберецком 20 веке. И остановимся на одном событии, которое имеет отношение к 1905 году. Это происшествие, случившееся на станции Люберцы. На железную дорогу, которая, как известно, всегда играет огромную роль в жизни любой страны. Поэтому мы отправляемся сейчас именно туда. Ну а пока... Идеи по созданию железных дорог в Российской империи начали появляться еще в начале 19 века, вскоре после запуска первой линии в Англии. Предлагали выложить такой путь от Санкт-Петербурга до Москвы, Твери или Рыбинска. Однако все рассеивалось в тумане правительственных кабинетов из-за большой стоимости. К тому же непонятно было, а что делать зимой? Выдержит ли импортная чугунка наша холода? Днем рождения российской железнодорожной отрасли считается начало испытаний первого русского паровоза в августе 1834 года. Он был построен механиками и изобретателями черепановыми для транспортировки руды на выиском заводе в Нижнем Тагиле. Паровая машина, названная сухопутным пароходом, могла перевозить около 3200 тонн груза со скоростью 13-17 км в час. Первая же в стране общедоступная пассажирская железная царско-сельская дорога открыта в 1837 году. Она соединила Санкт-Петербург с царским селом. Паровозы для нее были заказаны в Англии. В 1840 году империя открыла и вторую линию, причем на деньги польских банкиров. Путь проложили от Варшавы до Скирневицы. В 1848 году она соединилась с Краковско-Верхней Селезневской железной дорогой, Австрия, и стала именоваться Варшава-Венской железной дорогой. Общая длина с австрийским участком – 799 км. 1 февраля 1842 года императором Николаем I был подписан указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 км. Во все века транспортная составляющая могла любую деревню превратить в город. Ну или как минимум категорически изменить повседневность жизни. Вместе с первыми паровозами в Люберце, а потом и в Малаховку, и другие места, которые обзаведутся своими новомодными для того времени станциями, приедут перемены и новые веяния. Российская чугунка, безусловно, раз и навсегда поменяла жизнь Люберец и близлежащих мест. Все началось с прокладки дороги Москва-Рязань. Первый пробный состав Москва-Раменска отправляется 21 октября 1862 года по еще недостроенному пути. Газета «Московские ведомости» сообщила, «Приятно было видеть, как на дороге, где мы останавливались один раз для забора воды, крестьяне соседнего села Люберец поднесли распорядителям хлеб-соль в изъявлении своего удовольствия, что видят движение по дороге, которое им, как ближайшим жителям, обещает наибольшие выгоды». Начиная с 1864 года, с момента продления поездов до Коломны, население Люберец стремительно растет. К тому же активно развивается и торговля. По столичному густо и часто. Ну а возможность подальше уехать от центра города, естественно, порождает дачный бум. Чугунка, к тому же, обрастает всевозможными сопутствующими заведениями. И поэтому дойти от вокзала до своего домика иногда очень долго и сложно. В начале века в Люберцах были гостеприимно распахнуты двери харчевни Мальцева, трактира Отрада, ресторана Прага, пивной Кишкина, чайных Лабзова, Салтыкова, Минаева. Более 15 питейных заведений растут как на дрожжах. Станции железных дорог обвиняла газета «Московский листок». Большие и малые, благодаря тому, что в буфетах разрешено продавать крепкие напитки, распивочно и на вынос за последнее время превратились в кабаки. Жители, прилегающих к ним в селении, тащат из них водку, пиво и другие напитки. Спаивают наш простой люд падки на хмельное зелье. Доходило и до трагедии. Журналист стал очевидцем. На наших глазах на станции Быково погиб молодой семейный крестьянин Волков. Несчастный зашел в буфет выпить водки, как раздался звонок. Он скачил на подножку вагона, подскользнулся, упал под вагон и был страшно изуродован. Погиб человек в угоду железнодорожному кабаку. Железная дорога все глубже проходила по судьбе россиян. В Люберецкие места ринулись и мелкие лавочники, и зажиточные купцы, а чуть позже и утонченная творческая интеллигенция. Чугунка позволяла им убежать из города, который не только активно участвовал во всемирной революции машин, но и все больше наполнялся тревожностью и агрессивностью. Впрочем, все это постепенно доберется и сюда. Ведь сама Чугунка в какой-то мере определила индустриальное и революционное будущее Люберец. Судите сами. Близость к огромной Москве, удобное железнодорожное сообщение, обилие источников воды, наличие свободных рабочих рук привлекло внимание людей дела – бизнесменов или капиталистов. Промышленники стали замечать не только местные красоты, но и все больше задумываются над тем, что они построят ли здесь какую-нибудь фабрику или завод. Ведь все-таки на дворе настоящая промышленная революция. Ну а кроме них, все больше и больше в стране появляется так называемых частных иностранных инвесторов, которые тоже смогли добраться сюда благодаря уже обыденному паровозу. Германский подданный Карл Вехтель покупает у Люберчан 14 тысяч десятин земли и принимает важнейшее решение – строить здесь огромный современный завод паровых машин. Однако наступает кризис 1900-1903 годов. И от этой идеи немецкий предприниматель вынужден отказаться. Мало того, он становится банкротом. Недостроенный завод приобретает правдами и неправдами американский бизнесмен Томас Пурде. Он в 1902 году делает торжественное открытие предприятия, которое получает бесхитростное название «Нью-Йорк». Здесь будут выпускать тормоза для железнодорожных вагонов. Таким образом, «Чугунка» приобретает предприятие, которое решает много проблем. К этому знаковому событию мы еще вернемся. Ну а пока... В январе 1905 года в Санкт-Петербурге около 140 тысяч рабочих во главе со священником Георгием Гапоном приняли участие в шествии к Зимнему дворцу с целью вручить императору коллективную петицию о рабочих нуждах. В начале года на Путиловском заводе вспыхнула стачка, вызванная увольнением нескольких рабочих. К забастовке присоединились труженики других фабрик и районов. Так созрело решение идти к Николаю II с петицией. При этом с полным перечнем требований пролетариев не познакомили. Под влиянием эсеров и социал-демократов эти пункты составила узкая группа приближенных к Гапону. Вместе с экономическими пунктами в документ вошел ряд политических требований. Часть из них затрагивала основы государственного устройства и носила откровенно провокационный характер. Более того, составители петиции желали, чтобы царь поклялся перед толпой выполнить все требования. Многочисленная толпа рабочих стройными рядами с пением «Спаси, Господи, люди твоя!» двинулась по набережной к площади Зимнего дворца. Впереди с крестом в руках шел священник Гапон. Несли образа и царский портрет. Дойдя до дворца, толпа встала. Полиция отдала приказ разойтись. Толпа не трогалась. Троекратное предупреждение и начался расстрел. Через два дня в правительственном сообщении говорилось, что в ходе событий погибли 96 и получили ранения 333 человека. Из них 34 умерли впоследствии от ран. Недалеко от железнодорожной станции Люберцы-1, буквально в 350 метрах, находится памятник, который называется «Борцам двух революций». Он был установлен в 1918 году на месте расстрела 12 участников революции 1905 года, среди которых был и машинист Алексей Ухтомский. По некоторым данным, чуть позже здесь будет подзахоронение. Под этой плитой окажутся еще и останки участников Второй русской революции, а именно белогвардейцы и красногвардейцы. Московских железнодорожников власть в 1905 году считает самой опасной группой. Они образовали дружину, в которую записывается 500 человек и обеспечивает защиту от грабежей и разбоя. Во главе этого отряда встает бывший унтер-офицер, машинист СР Алексей Ухтомский. Его группа успешно держала в порядке огромный участок. Москва сортировочная, Перова, Люберцы, Ошиткова, Галутвина, Коломна. На всех станциях были красные флаги, обозначая, что тут действует власть именно Московского совета. После присоединения к бравому машинисту отряда, который сумел захватить еще и 40 винтовок, начинаются прямые вооруженные столкновения. Власть применила против дружинников пушки, расстреливая выстроенные ранее баррикады. Драгуны с бунтовщиками не церемонились. Ухтомский со своими людьми попытался выбить казаков с территории Николаевского вокзала, но безуспешно. Площадь трех вокзалов становится непреодолимым препятствием, причем для обеих сторон. Для разгрома железнодорожников выделяется два полка – Семеновский и Ладожский. Они сходу занимают Ярославский и Казанский вокзалы. Передовой отряд Ухтомского, больше ста человек, попадает в окружение. Другие же смогли вырваться только потому, что Ухтомский не растерялся. Он берет управление локомотивом на себя, приказывает разогреть котел и вихрем проносится сквозь выставленное оцепление. На станции Перова выгрузились, спрятали оружие и разошлись. О том, как власть действовала дальше, описано в очерке Гелировского с говорящим названием «Карательная экспедиция». А мы сегодня расскажем вам о тех событиях, память о которых навсегда сохранилась в названиях Люберецких улиц. Мы также поведаем вам о трагической судьбе машиниста Алексея Ухтомского и его товарищей. А также покажем вам документ, который четко устанавливает дату смерти тех людей, имена которых, как это ни странно, связали воедино два Люберецких века. Ну а пока... Московский совет рабочих депутатов, городские комитеты РСДРП и партия эсеров объявили забастовку в полдень 20 декабря. 7 декабря по старому стилю. Московский генерал-губернатор Дубасов объявил город на положении чрезвычайной охраны. Часть лидеров стачки были арестованы, но на следующий день она стала всеобщей, охватив более 150 тысяч человек. Не работали производства, транспорт, учреждения, магазины. Выходила только одна новая газета Московского совета «Известия». Первое вооруженное столкновение произошло через два дня, когда войска применили пушки против эсеров-дружинников, блокированных в здании реального училища, недалеко от чистых прудов. Ночью стихийно началось строительство баррикад, которые на следующий день окружили центр города с севера, примерно по линии Садового кольца. В руках рабочих дружин оказались район Бронных и Грузинских улиц, Арбат, Пресни, Рогожская застава, часть Замоскворечья и Хамовников. Властям удалось удержать все правительственные учреждения и важнейшие стратегические пункты города. К моменту, когда 28 декабря, 15 декабря по старому стилю, в Москву из Петербурга прибыл лейб-гвардии Семеновский полк, а также ряд гренадерских и казачьих полков, почти весь центр города был очищен от баррикад. По разным данным, в ходе восстания и последовавшей расправы было убито 1059 человек, в том числе 137 женщин и 86 детей. Потери со стороны властей 36 полицейских и 28 воинских чинов, 78 раненых. Рабочие будущего завода имени Ухтомского активно участвовали в Первой русской революции. Десять дней над люберцами развивался красный флаг с 7 по 16 декабря. Станки остановились, был создан Совет рабочих депутатов, улицы патрулировались дружинниками. Часть люберчан вливается в боевую дружину машиниста Ухтомского. Крепость на колесах совершает героические рейсы от Москвы до Галутвина и разоружает полицию, устанавливая тем самым власть повстанцев. На подавление восстания из Петербурга в Москву прибывает отборный лейбгвардии Семеновский полк. Карательный отряд под командованием полковника Римана с артиллерией и пулеметами обрушивает на люберцы свой удар. Были расстреляны рабочие завода Волков, Лядин Дубинкин, крестьянин Киселев, помощник начальника станции Смирнов и другие. Был арестован и Ухтомский. На месте казни он вел себя как герой. Капитан Майер, лично руководивший расстрелом, был очарован его личностью. Ухтомскому предложили завязать глаза, он отказался, говоря, что встретит смерть лицом к лицу, а также отказался повернуться спиной к солдатам. Гелировский пишет, в товарные вагоны вкатили два орудия, разбив стекла и пропилив стенки вагона. В передние классные вагоны поставили два пулемета. На вокзале находилась бригада с Рязанского участка, но она отказалась ехать. Явился полковник Мин, который прибыл на вокзал с Римоном. «Сроку 24 минуты, а то расстреляю!» – крикнул он. Те струсили, их посадили в батальон семеновцев. Эшелоном командовал полковник Римон. Флигель-адъютант Мин приказывает захватить станцию Перова. К карательной операции присоединяются приставы князя Ватбольского и жандармы под командованием полковника Смирницкого. И понеслось. На станции сортировочная группа людей выкрикивала лозунг «Да здравствует свобода!» По ним открывают огонь. Перебили всех. Двинулись дальше, производя зачистку на каждой следующей станции. Добираются до Перова. Видят группу в несколько десятков человек. Идут вдоль путей. «Не с места! Руки вверх!» – приказывает Римон. Люди не остановились, продолжая идти. Римон тогда отдает приказ стрелять на поражение. Поражение насчитали 63 убитых. Прибыли в Люберце. Навстречу выходит дежурный по станции Смирнов. Его арестовали. Один из жандармов вспомнил, как Смирнов во время забастовки отобрал у него шашку и револьвер. Смирнова расстреляли тут же в палисаднике. На выстрелы вышел некий Волков. Его обыскали, обнаружили при нем Браунинг и тоже расстреляли. Очевидец отмечал особенность – Римон стрелял впритык, приставляя пистолет к груди. Так был убит Волков и к затылку. Так был убит Смирнов. В Галутвино расстреляли машиниста Харламова. У него обнаружили револьвер, правда, без барабана. Увидев это, к Римону подошел фельдфебель одного из маньчжурских полков, который оставался в стороне. Пережидали в вагонах. – Ваше высокоблагородие, удивляюсь, как можно без суда расстреливать? Какое впечатление это производит на солдат? – Смеешь учить? – закричал на него Римон. И выстрелил в грудь. Тот упал. Кухтомскому сначала удалось скрыться. Потом задержали извозчика и его пассажира, человека в шубе. При обыске ничего не обнаружили, и человек зашел в чайную. Но нашелся предатель и выдал Ухтомского. Его обыскали снова, и на этот раз обнаружили сразу два пистолета. Ухтомский молча смотрел на приготовление солдат, которые вот-вот его расстреляют. Он обратился к ним. Сейчас вам предстоит обязанность исполнить долг согласно вашей присяге. Исполните его честно, так же, как и я исполнил честно долг перед своей присягой. Но наши присяги разные. Капитан, командуйте. Раздался залп. Ухтомский остался недвижим со скрещенными руками на груди. Ни одна пуля его не задела. Раздался второй залп, и он упал на снег. Так рассказал о смерти машиниста Ухтомского писатель Владимиров в книге, которая называлась «Карательная экспедиция лейб-гвардии Семеновского полка в декабрьские дни на Московско-Казанской железной дороге». Знал ли тогда командир Семеновского полка лейб-гвардии полковник Георгий Мин, как в итоге закончится его жизнь? Окунемся еще раз в те страшные дни, но без революционной романтики. Москва, декабрь. По улицам передвигаются вооруженные иностранным оружием дружинники, убивая солдат и офицеров, выгоняя из домов людей и заставляя их возводить баррикады. Параллельно идут грабежи магазинов, убийства лавочников и простых обывателей. На глазах малолетних детей расстрелян в подъезде начальник сыскной полиции Вайлошников. Весь город покрывается сетью баррикад. Мятежники захватывают железнодорожные станции по линии Люберца-Перова Московско-Казанской железной дороги, которая становится базой, питающей бунтовщиков оружием и людьми. Высоко оценивая действия Семеновского полка в Москве, император Николай II напишет в телеграмме на имя Дубасова. С особым удовольствием выражаю вам и вашим подчиненным мою сердечную благодарность за беззаветно верную службу. Радуюсь, что мои славные семеновцы показали себя теперь молодцами. Из рапорта Мина о карательной экспедиции Семеновского полка. После подавления мятежа революционеры начинают охоту на генерала Мина. Его не раз предупреждали об опасности, предлагали скрыться, носить бронежилет. На все это Мин отвечал презрительным отказом. Оставшиеся в живых сторонники Ухтомского поклялись отомстить палачам с офицерскими погонами и выполнили обещанное. Римман и Мин недолго радовались повышению. Несмотря на новое звание, за обойми тянулся шлейф – каратели. На Риммана покушение было неудачным, уцелел и всю оставшуюся жизнь провел в страхе, получая постоянные письма с угрозами. И к тому же он менял место жительства, причем вместе с семьей гримировался. А вот Мину повезло меньше. Стремясь уберечься от обещанного возмездия, он получил свое в августе 1906 года. Зинаида Коноплянникова, учительница сельской школы, казнила Мина, сделав четыре выстрела в упор. Ее схватили и приговорили к повешению. Увидев палача, она снимает с себя кружевной воротничок и поднимается на эшафот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя Ухтомского носил Люберецкий завод. В Москве и во многих других городах страны появились Ухтомские улицы. Железнодорожная станция Подосинки получила название Ухтомская. Долгое время существовал и сам Ухтомский район. И выпускались газеты «Ухтомский пролетарий», «Ухтомский рабочий», потом это будет «Люберецкая правда». Летал самолет Ухтомского и даже ходила электричка. Сочинялись стихи, делались фильмы, писались романы. Ну а мы отправляемся с вами в городской архив для того, чтобы познакомиться с некоторыми артефактами того времени 1905 года. Передо мной уникальный документ, который обнаружили в местном архиве. Называется он «Метрическая книга на 1905 год Преображенской церкви села Люберца». Дело в том, да-да, села, я не ошибся. Дело в том, что здесь найдены записи, которые непосредственно касаются революционных событий 1905 года, которые тогда, как вы знаете, называли мятежом. Калужская губерния, Масальский уезд, Синьковская волости, деревня Филипково, крестьянин Иван Иванович Трякин. В следующей графе читаем, во время мятежа случайно погиб. Далее, Московская губерния, Бронический уезд, Мечковской волости, село Мечково, крестьянин Иван Алексеевич Лядин. По приговору полевого суда за участие в мятеже расстрелян. Дальше, кстати, по всем фамилиям, которые я буду называть, так и будет написано. Крестьянин Петр Федорович Смирнов, Московская губерния Коломенского уезда, Колыберевской волости, деревня Востряковой, крестьянин Александр Иванович Волков и мещанин города Пензы Алексей Владимирович Ухтомский. Тот самый Ухтомский. И в графе, как я и сказал, везде написано, что они расстреляны по приговору полевого суда за участие в мятеже. Причем написано где-то полностью, где-то написано тоже расстрелян, где-то написано просто расстрелян. Как вы понимаете, все эти фамилии для жителей Люберец что-то означают. Дело в том, что после того, как победила Великая Октябрьская социалистическая революция, практически все они были увековечены в названиях улиц Люберец. И самое любопытное, что многие из революционных улиц у нас еще сохранились. Переулки, проезды, тупики разбегаются от железнодорожной станции Люберцы улочки по всему городу. Смирновская, Киселевская, Волковская и Куракинская. К началу 20 века исчезают с карты фунтов переулок Кирилловская, Захаровская. Ну и вытесняются постепенно старые деревянные домишки. На их место сначала приходят хрущевки, затем строятся советские многоэтажки, которые со временем тоже будут частично вытеснены уже новыми современными постройками. Исчезли тяжелые ворота с надписью «Государственный Люберецкий завод сельскохозяйственных машин имени А.В. Ухтомского». Но все-таки кое-что удалось сохранить. Ибо у города, как и у человека, есть своя история, своя память. В начале 20 века отмечается замедление промышленного роста России. Импорт решал почти все проблемы. При этом ряд отраслей в дореволюционной стране был развит хорошо. Металлургия, паровозостроение, тексильная промышленность. В начале века идет концентрация производства и монополизации. После кризиса 1900-1903 годов происходила массовая реорганизация единоличных промышленных предприятий в акционерные общества. А по существу – мобилизация промышленным капиталом свободных финансовых средств. Это касалось прежде всего средних и мелких предприятий. Крупные же промышленные акционированные предприятия осуществляли финансовую реорганизацию через банковские учреждения, зачастую являвшиеся филиалами крупных зарубежных банков. На 1 января 1910 года в России будет уже работать 150 синдикатов и иных монополистических объединений. Памятник революционеру Ухтомскому стоит недалеко от знаменитого особняка Круминга. Дом был построен у въезда на территорию бывшего завода в 1902 году. Здание было построено еще до приезда Круминга в Россию, а в 1911 году управляющий переделал его на свой вкус. Он возвел двухэтажную пристройку для лестницы у главного фасада здания и придумал сложную систему отопления. В подвале дома стояла печь, от которой по всему зданию через специальные воздуховоды тепло подавалось во все помещения. Потянув за веревочку, можно было во всем доме открыть специальные отверстия, чтобы теплый воздух наполнил комнаты. Наверное, возвращаться в такой особняк после трудовых заводских будней было одно удовольствие. Первое официальное открытие завода состоялось 29 июня 1902 года под названием «Нью-Йорк». Газета «Московские ведомости» тогда писала, что под Москвой при станции Люберца состоялось торжественное освещение и открытие нового завода для изготовления тормозных приборов системы «Нью-Йорк», устроенного американской компанией. А все началось благодаря королю жаток Сайрус Маккормик. В 1834 году американский изобретатель Сайрус Маккормик запатентовал механическую сжатку молотилку, которая прославила его и сделала богатым. Машины для уборки хлеба стали популярными среди фермеров. Дело Маккормиков быстро развивалось, но в 1871 году едва не исчезло из-за великого Чикагского пожара. Огонь уничтожил треть города, включая многие промышленные предприятия. Как писали в прессе тех лет, пожар начался из-за коровы, опрокинувшей копытом керосиновую лампу в одном из сараев. Супруга уговорила Сайрус Маккормико не увольнять рабочих сгоревшей фабрики, а построить заново еще большие цеха. В начале 20 века фабриканты решили разместить свой филиал в Российской империи, которая к тому времени лидировала в мире по производству хлеба. Представитель компании по фамилии Кеннеди поехал в Россию, чтобы выбрать подходящее место для будущего завода. Об этой поездке писал журнал «Русский техник». Первым делом Кеннеди отправился в Санкт-Петербург и встретился с высокими чиновниками. Они посоветовали Кеннеди выбрать для фабрики жадных машин «Урал». Однако американцу не понравились уральские предприятия. Устаревшим ему показалось оборудование фабрик в Санкт-Петербурге, Ростове, а также Екатеринославе и Александровске. Посланник высоко оценил предприятие в Пензе и два подмосковных завода «Зингер» в Подольске и выставленные на продажу Нью-Йорк в Люберцах. К концу десятилетия завод будет продан американской международной компанией жатвенных машин в России. Он будет выпускать сельскохозяйственную продукцию – косилки, жатки и сноповязалки. Пройдет совсем немного времени, и завод станет одним из центров по производству техники, прежде всего для крестьянских хозяйств. Вы только вдумайтесь, за один год он сможет выпустить около 17 тысяч уборочных машин. Главным продуктом была лобогрейка. Она работала по тому же принципу, что и первая жатка Маккормика. Хотя лобогрейка считалась простой и старомодной жатной машиной, по сравнению с жатками самосбросками и сноповязалками, она долго оставалась популярной в России. Преимуществом лобогрейки была техническая простота и отсутствие грабельного аппарата, который часто ломался. Но вместо него хлеб вручную сбрасывал рабочий. Это был очень тяжелый труд, откуда и пошло название машины. В годы Первой мировой и гражданских войн ситуация на предприятии ухудшается. Выпуск продукции падает почти в пять раз. Вносит свои изменения Великая Октябрьская социалистическая революция. Все возвращается в строй. Увеличивается выпуск продукции. К тому же Владимир Ильич Ленин приезжает к местному управляющему Крумингу, останавливается в его доме для того, чтобы поучаствовать в охоте. Но в 1923 году предприятие все-таки окончательно останавливается. Сам Круминг покидает свой дом и Россию. А Ленин уходит из жизни в будущем, в 1924 году. После национализации этот дом будет работать в качестве яслей, сада. И реставрация его начнется только в 2000 году. Ну, а у завода будет уже совсем другая история. Осенью 1924 года завод переходит к государству. Первым красным директором становится некто Кубышкин. Бывший путиловский рабочий. После долгого молчания заливистые гудки как бы сообщают. На работу! А через полгода газета «Московская деревня» подводит первый итог. Завод хорошо справлялся без американцев. У предприятия и города началась другая история. Таким было первое десятилетие 20 века в истории Люберецкого края. С вами был Николай Пивненко в проекте «Люберцы. Из века в век». Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok